Добрый день, дорогие друзья! Всех приветствую на канале Бажениты, Омская область. С вами ее ведущий Влад. Я местный житель села Баженово. Накануне я показывал, как я ходил в библиотеку, в которой я взял книгу «Саргатское притяжение». На основе этой книги я могу показать еще одну из достопримечательностей нашего села. Какую достопримечательность? Это вид, который открывается саргатского бугра. Прежде чем показать, какой вид, Я для нежителей нашей Омской области постараюсь объяснить, что такое Омская приертышьи и что такое Омская область. Это огромная территория, которая начинается со степей Казахстана и заканчивается, значит, граничит с Томской и Тюменскими областями, где идет уже тайга. Сейчас мы находимся в самом центре Омской области, где я живу. Вот это все, значит, описано вот в этой книге. Я, конечно, знал об этом, значит, заранее, но чтобы иметь документальное подтверждение, я ссылаюсь на вот эту книгу. Я показывал, значит, нашу достопримечательность. Это магазин купца Новикова. Ну, люди засомневались в этом. Оно есть или нет? Пожалуйста, приезжайте, посмотрите. Также перед тем, как въехать в село, вот сейчас мы специально не доехали до села, и я остановился на Саргатском бугре. Что такое Саргатский бугур? Это грива, которая простирается с севера на юг, параллельно Иртышу. Высота этой гривы достигает 15-16 метров над уровнем моря. Все остальное, значит, абсолютно ровная поверхность. Если кто-то дальнобойщики ездит, они, значит, по Западной Сибири, они и знают, что тут двигатель работает без надрыва, как нажал на педаль, так едешь без остановки. Значит, сейчас обед. Не знаю, какая будет атмосфера, будет видно эту достопримечательность или нет, но это видно не всегда. По прямой на нашем рельефе просматривается от силы 10-12, ну максимум 15 километров. Потому что этот приземный слой воздушный довольно плотный. Даже когда светит солнце, особенно зимой, увидеть дальний горизонт довольно сложно. В свое время я был в 89-м, 90-м в Армении. Там атмосфера совсем другая. Там приземный слой практически не видно. Но видно за сотни километров, за предельную территорию, значит, гору Арарат. У нас такого нет. У нас гор нет, и увидеть дальний горизонт очень сложно. Я, кто приезжает сюда, можете здесь остановиться на этом бугре и посмотреть строго на юг. Как раз, значит, в это время, в обед, там находится солнце. Я вооружился биноклью. У меня 20-ти кратный армейский бинокль. Сейчас попытаюсь посмотреть, видно будет, значит, второй горизонт или нет. Довольно сложно. Видно только первый уровень горизонта. Просматривается на километров от силы 15. А вид должен просматриваться 30 и более. Сейчас я возьму камеру и попытаюсь вам показать. Если даже мы сейчас это не увидим, то, значит, второй горизонт, то с наступлением тепла атмосфера, значит, будет более, значит, разреженная. Еще раз это покажу. Но достопримечательность это есть. То есть, с нашего левого берега, вот, значит, с Аргатского бугра, видно правый берег РТШ, и те строения, которые, значит, ну, в общем, там режимный объект, значит, строение вот этого режимного объекта видно на правом берегу. Самая высокая точка, значит, на правом берегу. И у нас здесь вот самая высокая точка на левом берегу. И по горизонту видно 30 с лишним километров, более 30. Попытаемся. Видите? Сейчас я попытаюсь, конечно, приблизить, но очень... Нет, к сожалению, вижу... Видно только первый горизонт. А второй горизонт не видно. Конечно, этот объект хорошо просматривается ночью, он хорошо освещен. Все эти строения не видно. Но я обещаю, что в ближайшее время... Ну, когда? Ну, по весне. Сейчас оптика у меня на 50, и 50, и все равно не видно. Я обещаю, что обязательно, значит, как только атмосфера позволит, я покажу. Держи. Ну, в дальнейшем, кому это интересно, значит, приезжайте, смотрите. Спрашивайте на канале, я что знаю, расскажу, покажу. Кому понравился этот ролик, ставьте лайк. Значит, можете подписаться. Я и дальше буду показывать достопримечательности нашего села. Ладно, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Добавил субтитры сделал DimaTorzok.